коллеги если вы являетесь опытным пользователем гита то вам на самом деле будет интересно для тех кто начинает только с ним общаться я думаю что будет на самом деле очень полезна данная информация и так с чего следует начать предыдущее видео гит для начинающих получила достаточно интересный комментарий решил продолжить в этот раз мы немножко поговорим поподробнее и даже сделаем некоторые такие серьезные примеры работы с ним я покажу ну и давайте начнем так что такое гид гид это определенная система говорили об этом прошлый раз управляет версиями не просто версиями а версиями файлов в общем то что для чего может гид использоваться если вы являетесь разработчиком то вам приходилось так или иначе работать в коллективе где бывает много разработчиков которые пишут один и тот же допустим код изменяет один и тот же файл ну и вот собственно этот гид он как бы позволяет управлять версиями то этих самых файлов позволяя их смерживать скрещивать склеивать выталкивать выпихивать изменять в общем управление непосредственно версиями каких-то определенных файлов главное отличие гита от tfs является гид тоже является система кстати управления версиями но главное отличие в том что tfs является централизованной системой управления версиями но хотя на самом деле она не может может не только это но в большинстве своем tfs изначально задумывалась как вот team foundation сервис сервер задумывался как управление версиями и долни в дальнейшем уже оброс большим количеством возможностей в чем минусы распределенной системой централизованной минусы и плюсы и на самом деле я вам скажу только один минус у tfs допустим у какой-нибудь разработчик сделал какие-то изменения файли забыл это все запушить на сервер и пошел домой а потом вы получилось что он в отпуске а потом заболел в общем этот файл на самом деле он является заблокированным для других разработчиков и никто в нем ничего не сможет сделать потому что система централизованная управление передается одному человеку и после этого собственно говоря не возможности ничего сделать но есть некоторые такие исключения опять же скажу с точки зрения администратора tfs можно сбросить изменения насильственным путем но как вы понимаете это такое не есть good а то есть это хорошо но неправильно возвращаясь концепции терминологии хорошо и правильно что такое гид какие гид серверы доступны в интернете но на самом деле не как вы понимаете система распределенная то в интернете очень многое количество всяких общие доступных серверов которые предоставляют гид сервера в наружу в частности github его недавно купил microsoft есть git lab достаточно серьезная мощная система с большим количеством возможностей на континент integration и deployment есть битбакет она изначально было на самом деле бесплатно абсолютно все остальные они как бы все имеют бесплатные опции но там до определенного количества там пользователей или там определенное количество допустим там размеров проектов ну в общем так или иначе за все приходится рано или поздно платить но тем не менее битбакет я им давно пользуюсь и с недавнего времени стал пользоваться гид хабом в общем их на самом деле очень много и все не отличаются так называемым прайсингом да то есть где-то есть платные где-то бесплатные где-то очень платные очень бесплатные в общем нужно смотреть и искать я привел только вот три которые чаще всего пользуются люди что можно хранить в гите но в общем на самом деле как вы понимаете где те можно хранить любые текстовые файлы в любых форматах начиная с чешарп в общем любые абсолютно в том числе и word excel и doc все что так или иначе связано с редактированием с текстом то есть то чего версии нам нужно отслеживать последнее время появилась возможность хранить и графические файлы но вот надо сказать что есть современные редакторы часть секунду покажу какой ну вот уже общий известный форк так сказать ну известный потому что я уже о нем говорил и в частности у него вот есть возможность по управлению допустим вот имиджи да то есть но не все скажем так не все редакторы не все клиенты gta имеют возможность сравнивать допустим смотрите здесь нету рамки по кругу а здесь есть не все могут показывать эти вот разницы старого и нового изображения но в большинстве своем и все стремятся к тому чтобы вот это вот реализовывать ну другими словами что вот эти графические файлы так или иначе теперь тоже можно складывать но единственное что скажу если вы положите очень много больших графических файлов в дальнейшем гит становится неповоротливый есть конечно инструменты по управлению его поворотливостью но собственно говоря изначально он задумывался ну совершенно для другого нужно это понимать ну и самое главное наверное что еще в этой презентации хотя бы подчеркнуть есть такое понятие как гит игнор что это такое ну вот на примере да я вот могу показать файл одного из своих проектов где просто указывается что что такое гит игнор гит игнор это исключение исключение типов файлов папок которые не должны попадать в гит в качестве примера могу привести следующее допустим у вас есть папка в которой инициализирована репозиторий гит и в нем есть какие-то файлы проектов которые собственно говоря вы хотите отслеживать версию но у вас есть такие файлы которые вам отслеживать версию не нужно то есть допустим .so это расширение от visual studio поэтому она создается там автоматически самой программой и в гит ее складывать ну бессмысленно как минимум да или вот допустим .user да от этого настройки пользователя для конкретного проекта в принципе тоже не имеет значения с точки зрения source код поэтому эти исключения тоже в принципе имеют место быть я нечаянно щелкнул я нечаянно вернулся допустим есть папка debug release с большой с маленькой буквы на самом деле вот эти вот тоже откомпилированные файлы тоже не должны не имеет смысла да если хотите попадать в гид поэтому тоже особого ну нет желание туда складывать потому что не каждый раз перекомпиляются естественно изменяется и поэтому их тоже можно за подключить вот этот файл гит игнор чтобы исключить их попадания в гид репозиторий в общем-то гид игнор достаточно гибкая система многие многие клиенты могут и управлять вот этой папку вот этим файлом да то есть не нужно вручную вписывать все название допустим вот форк уже выше мной упомянутый там можно просто выбрать файл когда вы комитете правой кнопкой нажать выбрать и гид игнор но автоматически впишется вот в этот файл и в общем то больше не будет попадать в этот собственно говоря репозиторий что еще хотел сказать на самом деле больше информации про гид вы можете найти конечно же в википедии там достаточно подробно все расписано надо понимать вот что управлениями версиями файлов на самом деле не тривиальная задача да и достаточно сложная и имеют очень много нюансов все они так или иначе изложены если хотите в командах гита их на самом деле достаточно большое количество особенно если учесть что у каждой команды есть большое количество опять же опшенов то есть дополнительных варианций по использованию той или иной команде в общем моя задача не рассказать как это все рассказать что это примерно и откуда вы куда ноги растут чтобы могли сами потом поизучать и понять как это работает я бы хотел продемонстрировать пример работы с гид хабом например проекта который делал немножко ранее в видео которое называется хорошо и правильно смотрите этот проект у меня вот сейчас написано что он не использует гид и давайте вот попробуем выложить его в гид я буду использовать как я сказал уже гид хаб у меня есть учетная запись чего собственно говоря вам рекомендую сделать на гид хабе ну и в общем-то возвращаясь к вопросам о том как можно создать гид репозиторий сейчас секунду вам покажу вот смотрите мой проект и вот этот вот текст процессор он собственно для пустой здесь вот самый гид игноргид атрибута мы поговорим позже когда-нибудь наверное может быть но в общем есть вот проект и в общем смотрите меня вижу студия она достаточно умная система предлагает положить вот этот вот проект который сейчас открыт в гид видите я нажимаю кнопку гид не как вы понимаете у меня вот та самая кнопка скрытой кнопка папка скрытая гид появилась моем проекте то есть теперь у меня есть локальная версия моего от этого проекта моего солюшены но есть всякое количество там большое плагинов которые устанавливаются visual studio например есть плагин гид хаб ну и в общем-то вот понажете одной кнопки я собственно говоря могу его опубликовать в гид хаб но я не буду это делать через visual studio не хотелось бы к ней привязывается я вот эту штуку закроем но так как мы не ищем легких путей поэтому я сделаю немножечко по-другому смотрите то есть самый простой способ это вот сделать вот таким образом как я уже показал опубликовать на самом деле вот гид хаб например добавить создать новый я кстати залоген здесь но опять же я говорю что я сделаю немножечко по-другому и так что мне для этого нужно мне для этого нужно вот этот гид удалить visual studio сейчас еще пока ничего не понимает поэтому я использую restart сейчас она перезагрузится и в моей она прочитает информацию потому что мне гита нету снова предложит создать этот гид да а вот смотрите появилась снова добавить to get source я не буду снова это делать я это сделал таким как сказать олдскульным да или дедовским методом как раньше говорилось вот ну и что для этого нужно ну для начала мне нужно создать новые репозитории в гите я открыл гит хаб как вы видите я пишу название репозитория но он у меня называется очень просто до колобонга темплей процессор но в общем колобонга вот уже назван а темплейт процессор я сюда вписал но идеи в общем то мне нужно определиться с описанием да я напишу что это тестим темплейт дженни рейшн с фор дема в общем теперь мне нужно определиться хотя это можно было не вписывать мне нужно определиться паб личные то есть паблик или праве в личный или праве надо сказать что в любом случае всегда можно сделать из праве это паблик из паблика правит но другой вариант что не все я так сказать вектор и бесплатный да то есть из праве то сделать паблик достаточно просто вот из паблика правит нужно заплатить денежку надо иметь это ввиду смотрите меня гид хаб предлагает инициализировать файл гит игнора то есть но я обычно выбираю такую штуку пишу вижу студия я потому что на ней больше всего общаюсь здесь я ставлю обычно нет лицензия здесь вот помочь может выбрать какой тип лицензия вам нужен для того чтобы выложить публичный доступ ну и в общем я могу нажать create репозиторий у меня создается вот тот самый репозиторий который обычно вам предстоит с которым обычно вам предстоит работать первоначально также мне здесь предлагается сделать редми это делается очень просто и здесь автоматически создалась информация я могу отсюда сделать коммит в общем вот вы сейчас видите пустой абсолютно репозиторий и собственно говоря что нам от него нужно нам нужно вот этот вот адрес хочу сказать еще вот что смотрите возможность подключения к вот такому типу репозитория в гид репозиторий существует несколько вариантов первое это HTTPS и вот SSH я не буду подробно остановиться на том что из них каждый обозначает вы принципе это можете прочитать вот здесь скажу что HTTPS это секьюрное защищенное подключение а SSH это еще более секьюрное подключение когда используется специальный ключ который есть только у вас в общем то этот ключ у меня зарегистрирован в моем профиле поэтому я его буду использовать ну и в общем я буду склонировать SSH кстати клиенты гид клиенты в основном предоставляет ну не в основном а 99 и 9 десятых предоставляет выбор возможности подключения по SSH или HTTP к своим репозиториям и у меня я буду использовать fork я вот этот ключ скопирую сюда и в общем что мне теперь нужно сделать мне теперь нужно склонировать новый репозиторий я сейчас вот открыл fork я буду показывать на нем он мне очень нравится и в общем что мне нужно здесь нажать мне нужно сказать планировать у меня из буфера обмена он автоматически вставил мою скопированную метку ну если бы не вставил не бы пришлось вставить вот есть кстати тот самый выбор SSH или гид или HTTPS у меня он автоматически поставил гид ну SSH название папки подставил выбрал мою папку для проектов ну и в общем то мне единственное что осталось нажать кнопку клон сейчас пройдет клонирование это будет очень быстро вот он мой проект как вы видите здесь у меня буквально три файла те которые были созданы мной изначально через github в общем вот тот самая лицензия вот тот самый readme в котором ничего нету собственно говоря этот файл исключений как вы видите он сгенерирован автоматически то есть надо сказать что это абсолютно пустой и чистый репозиторий который который теперь можно на самом деле ну я вот таким вот образом сделаю да вот этот вот гид репозиторий можно теперь скопировать файл я опять же поступлю в этим олдскульным так сказать способом и в общем вот у меня есть два две папки одна уже с репозиторием другая с проектом в общем то что мне остается сделать я вот сделал вот таким вот образом я возьму только файлы проектов и solution гид х гиты атрибуты гит игнор я буду игнорировать точка в эс и решарпер кэш это специализированные файлы они генерятся на основе проекта поэтому сделать таким вот образом и сделаем в общем как вы понимаете вот этот вот репозиторий мне уже собственно говоря не нужно то есть я могу его вот таким вот образом просто удалить но это конечно не получится я потому что нужно сначала закрыть visual studio я ничего не буду сохранять вот она закрылась вот я сказал удалить и в общем то у меня теперь абсолютно чистый проект в моей уже темплейт процессоре появилась вот кстати зря я так назвал потому что мне все таки проект называется темплейт процессора я привык называть таким образом чтобы он соответствовал названию сборки чтобы было гораздо проще искать ну и в общем что мне для этого нужно сделать давайте как раз вот это вот и покажу мне не знаю не нравится название проекта я хочу переименовать его но суть моя суть задачи в том чтобы показать как вот этим можно управлять в общем у меня есть какие-то изменения в папке вот мне 17 файлов которые в проект поступили я нажму или даже знаете не нажму а вот допустим я хочу вот этот вот проект перетащить вот этот ну да я сделал как сделал в общем я просто перетащил все опять же продемонстрировать хотел вам это ну и возможности да вот этого форка ну и в общем то здесь я хочу написать first commit потому что это действительно первый коммит я нажимаю сохранить и смотрите теперь у меня появилась вот того чего раньше не было в демонстрации мне появилась мастер ветка ну я бы она была создана автоматически но и у меня здесь появилась такая вот единичка которая говорит о том или вот здесь вот крыжик такой то есть зеленый голубенький да который говорит о том что у меня есть какие-то изменения в локальном на моем компьютере которых нету то есть один коммит на удаленном сервере отсутствует ну и в общем то и здесь вступает силы вот эта кнопка push которая говорит о том что я могу отправить изменения локальные изменения на удаленной репозитории в общем то вы прочитали вот название и в общем я и сказал push и как вы понимаете извинения полетели сейчас закончится изменение да смотрите уже все закончилось здесь мне остается нажать кнопку обновить как вы видите вот собственно говоря и появилось все уже на сервере я опять же вернусь к той задачи которая себе поставил смотрите у меня папка мне она не нравится я вот привык правильно создавать поэтому я сделаю таким образом просто опять же для демонстрации того как это можно сделать я скопирую на всякий случай вот этот вот проект потому что у меня он уже не изменится я вот этот вот проект закрою я его здесь вот таким вот образом удалю я удалил на самом деле не сам проект а именно его упоминание в программе fork теперь я удалю отсюда вот этот файл проекта смысле папку проекта ну и в общем то что мне остается сделать сделать собственно говоря новый клон но только на данный момент я уже буду подставлять сюда kalabongo.complayprocessor чтобы было красиво я нажимаю клонирование в общем как вы понимаете управлять папками файлами на самом деле вот очень просто и собственно говоря легко а если вернуться обратно то вот у меня уже в другой папка появился тот самый проект который собственно говоря можно даже когда нибудь и поделать но в любом случае можно тренироваться мне во всяком случае на нем так ну на этом наверно пока все и я все равно не успею показать все и сразу пожалуйста пишите комментарии спрашивайте задавайте вопрос возможно даже я соберу все вопросы которые существуют во всех комментариях и сделаю другое видео в котором отвечу на ваши вопросы все все